Всем привет! Сегодня будем делать кулинарию. Сегодня будем готовить. Скоро у нас праздники, и у вас праздники, и в католическое Рождество скоро у людей. Ну, кто когда будет смотреть так сказать, а у кого Новый год, кого потом. Ну, в общем, на практике нам приготовить что-нибудь вкусное, и что-нибудь оригинальное. Сейчас сделаем и вкусное, и оригинальное. Думаю, что никто не будет спорить, что оливковое масло хорошего качества, это вкусная штука и добавляется во многие, во многие наши блюда. Значит, сегодня будем делать оливковое масло копченое. Будем коптить оливковое масло. Да, не удивляйтесь, не только сало, колбасу коптят. Масло-то тоже будем коптить и добавлять во все наши, так сказать, мясные блюда, или рис, или салаты. Да хоть написано, колбасу покапайте, и будет копченой колбасой получаться. Что нам для этого надо? Надо оливковое масло хорошего качества. У нас это называется экстра-вирхен. Вот, хорошее качество. Надо какая-нибудь стеклянная посуда, куда вы это копченое масло будете складывать. Я возьму такую маленькую, я не буду целую такую вот большую коптить. Я возьму вот такую бутылочку и сюда сделаю. И еще нам нужен уголек. Вот здесь у меня есть обычный уголек, который у нас продается в мешках. Угли такие для Парижа, для барбекю. Ну, мне надо один маленький уголек. Все зависит от того, сколько масла вы будете коптить. Я буду коптить маленькую бутылочку. Мне надо маленький уголек. Ну и, в принципе, вообще не надо большой, надо маленький, чуть-чуть больше, если вы хотите целую закоптить. А можно даже и таким. Надо какая-нибудь стеклянная плошечка и приготовьте какой-нибудь фильтр для кафе, для машинки кофе. Вот фильтр. Леечку, чтобы заливать было удобно, бутылочку. Ну и все. Приступаем коптить масло оливкуэ. Можно, кстати, коптить и подсолнечное масло, но лучше брать такие с нейтральными такими вкусами, чтобы оно не было уже с большим своим выраженным запахом и ароматом. Оливкуэ больше всего для этого пока подходит. Ну, даже масло должно быть не рафинированное. Да, 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 не рафинированное, с нейтральными запахами. Такого вот. Потому что вы же будете давать сейчас запах. Значит, все, приступаем. Так, пришли на кухню. Плиту подготовим. Вот комфорочку. Тут я положил бумагу, вот эту фольгу. Просто, чтобы мусор не падал. Зажигаем комфорочку. Зелезными щипчиками распаливаем уголек. Надо его полностью распалить, чтобы он загорелся, чтобы был полностью уголек, как вот для шашлыка. Так, уголек у меня там разогревается, разжигается. Моя бутылочка я померил заранее 150 миллилитров, так сказать. Да, помыть, высушить, хорошо высушить, очень хорошо помыть. Значит, если что, высушить феном, допустим, которым волосы сушите. Я вот налью теперь 150 миллилитров. Значит, я уже взял мерительный стаканчик. Наливаю сюда 150 миллилитров масла. Это все зависит от того, какая у вас будет бутылочка, столько вы и там, и будете наливать. Я наливаю это. Вот емкость, где будем коптить. Я буду вот здесь. У меня тут хорошо получается. Вот как размещается. Кто больше хочет, пускай большую емкость ищет. Вот уже почти готово. Так выглядит уже уголек. Еще чуть-чуть и все. Такое копченое масло очень хорошо будет вам добавлять ложечку, к примеру, к маринаду, которым будете мариновать утку, там или курицу для духовки, или там шашлык. Можно туда немножечко добавить такую ложечку. Ну, для мясных блюд, одним словом. Так, готово. Видите, уже хорошо горит уголек. Сейчас мы его забираем в тарелочку и идем коптить масло. Итак, принесли уголек. Берем этот уголек и не быстро, а медленно начинаем опускать в масло. Видите, какой дым пошел. Накрываем чем-нибудь тарелочкой такой вот и оставляем это все на пару часов, пока масло остынет и напитается дымом и дым уйдет. Если у кого какая-то другая есть, так сказать, тара для этого, можете использовать другую. У меня немножко масла, я накрыл тарелочкой. Ждем пару часов. Видите, там все наполнено дымом, идут бульбашки. Думаю, вот хорошо вам все видно, как там все происходит. Итак, смотрим, время прошло, масло остыло, дым выветрился. Ух, какой запах копчености! Значит, берем, ставим бутылочку, ставим леечку. В лейку поставлю фильтр. Вот от кафе такой возьму. Вот кофе. Можете там, не знаю, марлечку несколько рядочек, несколько слоев положить. Приготовим. Значит, этот уголек теперь вынимаем отсюда аккуратненько. А это, смотрите, она практически чистая, но немножко, немножко, вон капельки уголька. Потом мы это будем процеживать через леечку и через фильтр. И таким образом мы получаем к празднику отличное копченое масло, полностью натуральный продукт, без каких-нибудь жидких дымов там, химии. Потому что это уголек, просто дерево, которое нам продают для того, чтобы... Ну вот, процесс пошел. Оно, конечно, будет скапывать немножко долго. Ну а сейчас покажем, когда уже все процит. Итак, вот результат. Все это перефильтровалось. Насчет угля скажу. А то только что у меня одной знакомой звонила, она так и не поняла с углем. Значит, это древесный уголь. Не тот уголь, который добывается в шахтах. Это уголек от полена, от дров, от костра. Вот, когда вы костер делаете, угольки остаются. Вот это этот уголек. У нас он продается в магазинах для приготовления всяких, так сказать, брать на шашлычки или на что-нибудь другое. А у кого нет, просто кусочек дерева спалили, и вот этот уголек, который остался горящий, вот этот уголек и применяете. Потому и есть все натуральное. Вот. Единственный запах обалденный. Вот. А тут остаются, так сказать, крошки уголька. Единственный недостаток в этом масле, это то, что я его сделал, видите, не рассчитал ни на полную бутылочку. Потому это единственный недостаток, что я сделал его мало. Но в следующий раз полную рассчитаю. А добавлять простым не хочу, потому что уже будет не так концентрация дыма. Так что все. Давайте вы еще успеете к Новому году все это сделать. А это масло вообще делается, видите, быстро. Его не надо настаивать. Долго. Сейчас поставлю вот в прохладный, ну просто на кухне вот такое место темненькое в этой бутылочке. Будет храниться вот где-то до трех месяцев можно хранить такое масло. Так что все. Повторяйте мои рецепты. Удачи с наступающими. И до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.